Привет, друзья, с вами Грэм. Думаю, что уже давно пора честно поговорить о том, что уже давно у меня в голове. Теперь представьте, берем ваши кровнозаработанные тяжким трудом деньги и делим их пополам, и теперь у вас осталась половина от изначальной суммы. Или что еще хуже, вы слишком долго не выводили ваши деньги, и я возьму еще немного. И вот, пожалуйста, в следующий раз вам повезет. Если это кажется вам драматичным, то это не так, потому что именно это произошло со всем рынком криптовалют за последние 30 дней. Если бы это случилось с любыми другими активами, я бы сказал тоже, что и всегда. Не пытайтесь угадать рынок, не паникуйте, и любая просадка в цене – это нормально. Но в случае с криптовалютой есть вероятность потерять абсолютно все, смотря на что вы инвестировали. Я вижу такое количество плохих советов в интернете от людей, которые понятия не имеют, о чем говорят. Если вы не будете аккуратны, это может стоить вам довольно много денег. Так что я собираюсь занять позицию, что вам, вероятнее всего, не нужно инвестировать в криптовалюту в данный момент, до тех пор, пока вы не будете достаточно дисциплинированы, чтобы следовать пяти стратегиям, которые увеличивают шансы выйти в плюс. Потому что должен сказать, что люди гораздо чаще теряют свои с трудом заработанные деньги, чем превращают небольшие вложения в мини-состояния, зная, когда нужно их обналичить для комфортной пенсии, и нам нужно сегодня поговорить об этом. Но перед этим нам нужно обсудить, почему вам также не следует не раздавливать кнопку лайк для алгоритма Ютуба. Наверное, вы хотите узнать, что общего между этими людьми. Да и я не знаю, вероятнее всего, они не против сделать кнопку лайк синей. Спасибо вам большое за вашу поддержку и раздавливание кнопки лайк. За это прекрасное фото малыша рыбы клоуна. Спасибо еще раз большое, и, кстати, это не настоящие деньги, так что вам не о чем беспокоиться. Ладно, во-первых, вам не следует инвестировать в криптовалюту ради быстрой прибыли. Я думаю, многие люди с завистью оглядываются назад и осознают, что если бы они просто инвестировали 1000 долларов в биткоин 15 апреля 2011 года, сейчас бы у них было 38 миллионов долларов. Или думают о том, что если бы они вложили в доджкоин до того, как он вырос на 14 тысяч процентов за год, могли бы стать миллионерами. Но на самом деле подловить нужный момент и выйти вовремя практически невозможно. И чаще всего подавляющее большинство людей теряют огромное количество денег в попытке повторить действия других трейдеров. Другим недостатком этого является то, что ее чрезвычайно рискованное спекулятивное поведение поощряется до такой степени, что получение 20-ти кратной прибыли от ваших денег уже не значит ничего. Когда парень получает выпивку в клубе за то, что публикует до своей 100-кратной прибыли, что, кстати, определенно не является инвестиционной рекомендацией. Не говоря уже о том, что чтобы сделать что-то подобное успешное, на самом деле заработать сумму денег, которая изменит вашу жизнь при небольших вложениях, требуется стабильное эмоциональное состояние, самоконтроль, дисциплина, чтобы преодолеть эту волатильность. Продать, когда вы достигли вашей цели, и не стать жертвой жадности, когда все говорят о том, что рост продолжится. Буквально единицы обладают такими навыками, чтобы делать это эффективно. А в случае с другими я бы списал это на удачу, а не на профессионализм. Это означает, что повторять одни и те же стратегии снова и снова, чтобы увеличить ваши деньги в 10 или 20 раз, просто невозможно. И хотя, да, вы можете заработать много денег, инвестируя в криптовалюту, если вы ищете пути к легким деньгам, это неизбежно приведет к тому же образу мышления, который заставляет вас покупать, когда рост уже начался, и продавать при малейшей просадке. И следовательно, терять деньги, если не придерживаться заранее заготовленного плана, точки входа и выхода. Вместо того, чтобы пытаться получить быструю прибыль, инвестируйте ту сумму, которую вы готовы инвестировать надолго. И как только настанет момент, когда имеет смысл продавать, будь это спустя несколько дней, лет или десятилетий, продавайте. Во-вторых, вам не следует инвестировать в криптовалюту, если вы не готовы потерять эти деньги. Я думаю, что на данный момент можно с уверенностью предположить, что мы продолжим видеть довольно большие коррекции и распродажи. Если вы не готовы инвестировать ваши деньги и увидеть, что 90% из них могут кануть в бездну, возможно, навсегда, вам не следует инвестировать в криптовалюту. Самая большая проблема, по моему мнению, в том, что очень легко купить, когда это находится на пике, а потом продавать, когда все пойдет вниз, когда все остальные начинают вкладывать во что-то другое, с таким мышлением, что лучше продать хоть по такой цене, пока это возможно вообще. И это просто создает этот бесконечный цикл, когда вы что-то покупаете, разочаровываетесь, теряете деньги, потом копите, покупаете снова по неверным причинам, продаете, когда цена падает, и постоянно попадаете в эту ловушку, даже если монета сама по себе довольно хороша. То, что я бы инвестировал только то, что могу себе позволить потерять, если смогу чувствовать себя комфортно, даже если цена идет вниз. В противном случае, если вы будете эмоциональны и обеспокоены, когда ваш портфель будет лететь вниз, вы, вероятнее всего, будете совершать импульсивные, необдуманные действия, которые скорее навредят, нежели помогут. Лично я предпочитаю постоянно докупать маленькими суммами, увеличивая свои позиции со временем. Таким образом, я никогда не покупаю все за один раз, потому что знаю, что мои шансы подугудать рынок близятся к нулю. Вместо этого я использую просадки в цене как причину докупить чуть больше. И что бы ни случилось, я смогу устретнить свою закупочную стоимость со временем. Я никогда не инвестирую деньги, которые не готов потерять, и не собираюсь трогать эти деньги десятки лет. Я заранее составил план, которого буду придерживаться, несмотря на цену на рынке. Таким образом, вероятнее всего, вы будете инвестировать более рассудительно, не реагируя ни на что, и сможете обернуть эту волатильность себе во благо. В-третьих, вам также не следует инвестировать в криптовалюту, если вы не готовы диверсифицировать портфель. Прямо сейчас на CoinMarket есть более 10 тысяч разных проектов и криптовалют, в которые можно инвестировать. Но как вы думаете, сколько из них окажутся успешными и просуществуют еще лет 10 или 20? Вы действительно думаете, что леди удача будет следующим прорывом? А что скажете о Baby токене или Antiscan токене? Скорее всего, рынок криптовалют будет сильно отличаться через 10 лет. И предугадать, какие станут успешными, практически невозможно без диверсификации. Чтобы представить это в перспективе, просто взгляните на пузырь Деткомов 20 лет назад. В 1999 году было проведено 457 IPO, и 117 из них удвоились в цене в первый же день торгов. В то время крупнейшей компанией Деткомов была Netscape, которая доминировала в поисковой отрасли до Гугла. Практически в самом низу списка были Amazon и Yahoo, единственные из первого десятка, в итоге ставшие невероятно успешными. Но Amazon также пережила время, когда она упала в цене на 90%, и потребовалось почти 10 лет, чтобы восстановиться до того уровня, который был до распродажи. Я гарантирую, тогда, в 2002 году, когда случился обувал цены, всего пару человек могли предсказать, каким в итоге монстром станет Amazon сегодня. Я пытаюсь сказать, что у меня есть ощущение, что кто-то подобное произойдет с криптовалютой. И эти топ-10 монет кардинально изменятся через 10 лет, когда рынок изменится. Поэтому я рекомендую диверсифицировать ваши вложения несколькими криптовалютами, вместо того, чтобы вкладывать в одну или две, ожидая, что вы получите стократную прибыль и тут же разбогатеете. Таким образом, у вас значительно увеличиваются шансы вложить в то, что покажет хороший результат в долгосрочной перспективе. И если парочка из них не сработает, то ничего страшного, потому что у вас есть другие, которые их перекроют. Я также рекомендую инвестировать в криптовалюту очень небольшую часть своего портфеля, которая лишь дополняет другие классы активов, имеющие более хорошую репутацию. Например, сочетайте вашу криптовалюту с фондовым рынком или индексными фондами, или арендуемой недвижимостью, которая будет приносить вам стабильный доход, вне зависимости от того, что происходит. С такими инвестициями у вас практически нет шансов потерять ваши деньги, до тех пор, пока вы делаете верные шаги для диверсификации. В-четвертых, вам точно не нужно инвестировать в криптовалюту, если вы не готовы делать собственные исследования. В этот момент все шутят о зазавалах, которые выкладывают посты о своей глаголожительной прибыли с дисклеймером, что это не финансовая рекомендация, ради прикрытия, чтобы обезопасить себя от тюрьмы, если ими заинтересуются. Но по правде говоря, большое количество людей покупают то, что хоть немного начинает хайповать, в надежде, что цена взлетит до луны в кратчайшие сроки, не делая абсолютно никаких исследований того, что они покупают. И слушайте, все мы грешны в какой-то степени, я тоже был глуп и покупал ерунду без особого исследования. И должен сказать, что каждый раз, когда я слушал кого-нибудь и совершал высоко спекулятивные волатильные инвестиции, я терял деньги. Но особенно люди ошибаются в том случае, когда по чему-либо совету они вкладывают все свои деньги в один проект, и потом все теряют, когда он падает в цене. Это очень дорогой урок, но этого очень легко избежать, если просто подождать 5 дней перед тем, как инвестировать, и потратить это время, чтобы собрать как можно больше информации. Даже если в целом это стоит того, чтобы инвестировать, подождите 5 дней, особо ничего не изменится. И это даст вам достаточно времени, чтобы перебрать всю эту информацию, чтобы прийти к тому, во что действительно следует инвестировать. Не говоря о том, что если вы обеспокоены тем, чтобы инвестировать как можно скорее, потому что возможно это взлетит в цене в 3 раза за 5 дней, вероятнее всего вам не следует в принципе в этом участвовать. Хорошие компании и валюты не показывают хорошую прибыль за 5 дней, и точка. И когда дело касается инвестиций, терпение является одним из лучших качеств. И наконец, пятое. Вам не следует инвестировать в криптовалюту, если вы слишком эмоционально относитесь к волатильности цены. Это, к сожалению, самый сложный аспект криптовалют на данный момент. Если эмоции зашкаливают, становится невозможным принимать рассудительные и логические решения. Это слишком распространено в мире криптовалют, где если вы говорите что-то негативное или критикуете проект, вас придают забвению за этот негатив. Но если вы слеп, оптимистичны, с целью быть сильным для общества, люди любят это и страстно следуют за вами, потому что они верят, что криптовалюта это золотая жила, которая поможет им разбогатеть. Но проблема в том, что это создает эхо-камеру, в которой люди слышат только ту информацию, которую хотят услышать, без возможности услышать другие точки зрения, которые помогут взглянуть вам более широко. Например, как бы круто не было сказать, что у вас бриллиантовые руки, вы будете держаться, несмотря ни на что. Правда в том, что могут быть отличные возможности для продажи, и нет ничего плохого в том, чтобы зафиксировать прибыль, если вы сидите на непреодолимой сумме денег. Меня действительно раздражает, что это стало неким показателем чести, держать что-то как можно дольше, только потому что это росло в прошлом. Мы не должны смотреть на людей свысока за то, что они продают, и называть их трусами. Если вы достигли поставленной цели раньше, чем ожидали, заберите прибыль, не рискуйте, и получите свою награду, потому что вы выиграли игру. Но это не говорит о том, что нужно прониковать и продавать, как только цена пойдет вниз, или продавать, как только получили небольшой плюс. Только если определенные ценовые позиции не оправданы, или основываются на большом энтузиазме и обещаниях, и вы вложили большое количество денег. Особенно если эта сумма очень значительна в вашей жизни, и нет ничего плохого, чтобы продать. Вы не должны позволять своей гордости мешать принимать обоснованные инвестиционные решения, или прислушиваться к другим, когда вы с ними не согласны. Но по какой-то причине это очень распространено на крипторынке. Если вы хотите быть успешным инвестором во всем, не только в криптовалюте, вам следует прислушиваться к разным точкам зрения. Если вы слишком зацикливаетесь на постоянно следя за ценами, или слишком эмоционально при падении, или повышении цены, это вероятнее признак того, что вы вложили слишком много денег, и вероятно вам следует дифферсифицировать свои активы. И вы должны быть всегда уверены, что у вас достаточно денег в кэше на случай, когда все падает в цене, и подкупить, чтобы оправиться от просадки. Если вы будете этого придерживаться, я вам обещаю, вы будете более разносторонним инвестором, и с большей вероятностью заработаете деньги на долгосроке. Но слушайте, никто не идеален, и все, о чем я помянул, касается каждого в той или иной степени. Я совершал похожие ошибки, и был слишком упрям, чтобы прислушиваться к другим мнениям. Я был так запрограммирован делать все по-своему, что упускал другие возможности. Но чем больше вы будете погружаться в мир инвестиций, тем больше вы начнете замечать сходства между всем, от недвижимости до фондового рынка и криптовалют. По этой причине важно взять эти рекомендации и применить их ко всему вашему портфелю. И не слушайте только меня, на ютубе так много отличных каналов, в которых можно что-то почерпнуть, и все это бесплатно. Вы можете также иметь такую же убежденность, касаемую Душкоина, Эзериума и Биткоина, если вы готовы к большой волатильности. Не инвестируйте слишком много и сочетайте их уже с дифферсицированным портфелем. Лично я выделил небольшую долю своего портфеля на криптовалюту, храня около 5% в ней, и остальные 95% в кэше, акциях и недвижимости, которые дают мне основу для возможности инвестировать в более рискованные активы, которые в конечном счете могут показать самый большой доход. И да, таким образом я не утрою свой капитал к следующему году, но это стабильно, более надежно, и мне не нужно лишаться сна каждую ночь, следя за ценами. На этом у меня все, друзья. Огромное спасибо за просмотр. Я очень это ценю, и как всегда, убедитесь, что раздавили кнопку лайк и подписались. До новых встреч.